И когда Иисус начал работу первосвященника? 22 октября 1844 года, мои друзья. И когда эта работа подойдёт к своему концу? При каком событии? При воскресном законе. Когда мы должны прийти ко Христу? Сейчас. О чём мы должны просить? Силы, чтобы жить победоносной жизнью над грехом. Чтобы Он мог объявить нас как не имеющими греха. Вам это понятно, друзья? Разве всё завершилось на кресте? Нет, нет, нет. В великой работе примирения два шага, друзья. Это было дело Агнца, теперь работа священника, чтобы сделать нас какими? Совершенными, безгрешной церкви. Грехи исклажены и возложены на сатану. И снова повторю. Готовы, друзья? Давайте учиться. Давайте ещё раз процитируем Иоанна 1 главу, стих 14. Что он говорит? «И слово сделалось плотью, обитало где? Среди нас. И мы видели что? Где мы можем найти Божью славу? Что буквально открывало Божью славу? Что буквально открывало Божью славу? Что нам дано? Десять заповедей? Вопрос. Были ли десять заповедей во святое святых? Да. Вопрос. Были ли десять заповедей в Иисусе? Да. Был ли он им послушан? Должны ли десять заповедей находиться в нас? Как так? Живя правильно? Здесь. Здесь те, кто соблюдают заповеди Бога. И, о, мои друзья, должны ли в нас находиться десять заповедей? Пусть сделают мне святилище, чтобы я мог обитать. Я хочу вас спросить. Если у нас в сердце не будет заповеди, сможем ли мы обитать среди него? Сможем ли мы обитать с ним всегда всю вечность? Нет. Должны ли мы победить грех? Вопрос. Какой текст Писания открывает Божью славу, явленную в десяти заповедях? Куда бы мы пошли для этого? Участвуйте, думайте. Куда бы мы пошли для этого? Божья слава явлена в десяти заповедях. Подскажи. Я знаю, что в Библии 66 книг. Ну же, пастор, помоги. Хорошо. Вот подсказка. Зеркало. Мы взираем на его славу. Ключ. Но мы с открытым лицом, как в зеркале, созерцаем славу Божью. Где находится этот текст? Второй Коринфянам, глава. Идем туда со мной. Второй Коринфянам, глава 3. Что, друзья? Вы мне бросаете вызов? Второй Коринфянам, глава 3. Откроем стих 18. Второй Коринфянам, глава 3. Божье Слово говорит. Вы нашли, друзья? Здесь сказано. Но мы все, сколько друзья? Но мы все с чем? С открытым лицом что? Созерцая, как в зеркале, славу Господню. Остановимся здесь. Я потом вернусь к нему и закончу его. Но мы все с открытым лицом, созерцая, как в зеркале, что? Славу Божью. Что это за зеркало? Десять заповедей. Запишите. Иакова, глава 1. Зеркало – это закон. Иакова, глава 1. Стих 23 по 25. Еще раз повторю. Иакова, глава 1. Стихи с 23 по 25. «И Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы взираем на Его славу». Второй Коринфянам, третья глава, 18 текст, с открытым лицом. «Созерцая, как в зеркале» – это закон. Славу Божью. Давайте дочитаем стих. Когда мы взираем на славу Божью, что должно произойти с нами? Что должно произойти с нами, когда мы взираем на славу Божью? Что? Мы изменяемся в тот же образ, от славы к славе, как самим Духом Господним. Какие мысли вам приходят в голову, что мы изменяемся в тот же образ? Какие мысли? Тот же образ. Творение. Идем со мной, Бытие. Бытие, глава 1. Это творение. Почему Христос принял падшую природу? Чтобы мы взирали на Его славу и изменялись в Его? О, я говорил вам, что Христос был ходящим святилищем. Он взял на Себя падшую человеческую природу, чтобы мы взирали на Его жизнь и изменялись в тот же образ. В какой тот же образ? Как о Христе было объявлено? Без греха. Что это за тот же образ? Это значит без греха. Безгрешность, совершенство характера. Подобно тому, как Бог сотворил человека в Бытие, главе 1. Стихи 26-27. Создадим человека в образе нашем и по нашему подобию. Какое Божье подобие? Без греха. Это работа первосвященника. Это должно быть нашим опытом. Смотрите, что Христос сказал в стихе 31 о шести днях творения, сотворив человека в свой образ и подобие. Что Бог произнес о человеке и о шестом дне? Что Библия говорит в стихе 31, друзья? Ну же, участвуйте. Это было хорошо. Как было сказано о человеке? Хорошо. Очень хорошо. Что Христос сказал в Откровении 22 главе стихе 11? «Тот, кто неправеден, пусть он будет неправеден еще. И тот, который нечист, пусть он будет нечист еще. И тот, кто праведен, пусть он будет праведен еще. И тот, кто свят, хорош, пусть он будет свят и хорош еще». И вот «Я прихожу скоро». Вам это понятно? Мы должны взирать на его славу. Том 2, пометьте себе, прекрасная цитата, том 2, свидетельств, страница 628, где сказано «Мы никогда не сможем сравняться с нашим примером». Нет. Мы никогда не сможем сравняться с нашим примером. Но мы обязательно должны воспроизвести этот пример. О, друзья! Скажите, «Левая меня, друзья?» Но мы обязательно должны воспроизвести этот пример. Том 2, страница 628. И снова повторю. Можете ли вы повторить этот текст со мной? Иоанна, глава 1, стих 14. Участвуйте. Мы учимся. «И слово сделало с плотью, и что? Обитало среди нас, и мы взирали на славу его». Вопрос. Кто просил Бога показать ему его славу? Должен ли его опыт быть нашим? И что Бог сказал Моисею, когда он сказал? «Господь, покажи мне славу Твою». Что Бог сказал? «Я проведу перед Тобой всю доброту мою и провозглашу имя Господа пред Тобой». Итак, Божья слава – Его доброта. Божья слава – Его имя. Что? На 144 тысячах. Что было написано на челах? Что было написано на челах? Имя Отца. Или мы можем сказать «слава Отца». Вы видите это, друзья? Это Откровение, глава 14, стих 1. И какой кризис виден в стихах 9 и 10? Кризис воскресного закона. Что должно быть написано на моем челе, на ваших челах, в то время, как воскресный закон будет готов вступить в силу? Божье имя. Божья слава. Божий характер. «И быть без греха». Вы слышите это, друзья мои? Знаете ли вы на самом деле, знаете ли вы, идем туда со мной, исход глава 33. Знаете ли вы, что Божья слава связана с Днём примирения, друзья? В главе 33, стихе 18. «Покажи мне твою славу». Стих 19. «Я проведу мою доброту и мое имя пред тобой. Я провозглашу имя Господа». Глава 34, следите за мной. Стих 5. «Бог сходит и провозглашает свое имя Моисею, свою славу». И что Бог сначала говорит? «Господь, Господь Бог, милостивый и благодатный, долготерпеливый и изобилующий добротой, добротой и истиной, слушайте, сохраняющий милость для тысяч, прощающий беззаконие и преступления и грех». Подождите, что? Что Христос прощает? Это Его слава. «Беззаконие, преступления и грех, но который никоим образом не оправдает виновного». Что это значит? Он не очистит виновного, посещающий беззаконие отцов, на детях и на детях детей до третьего и четвертого поколения. Не звучит ли это как суд? Божья слава, значит, связана с чем? С Днём примирения. В какой день первосвященник удалял все преступления, все беззакония, все грехи? В какой день? В день примирения. Это Божья слава. Вот что Он делает. Разве это не доброта? Удалить наши отданные грехи и возложить наши отданные грехи на сатану? Разве это не доброта? Когда Моисей увидел Божью доброту, что сделал Моисей на основании стиха 8? Что сделал Моисей на основании стиха 8? Здесь сказано «Он склонился и поклонялся». Будьте внимательны. Какая весть должна распространяться по всему миру, которая включает суд, поклонение перед закрытием испытательного срока? Первая ангельская весть. Откровение 14 глава, стих 7, где сказано «Убойтесь Бога и воздайте славу Ему». Покажи мне славу Твою. Убойтесь Бога и воздайте славу Ему. Зачем? Ибо наступил час суда Его. И что? Поклоняйтесь. Это то, что нужно миру. И что в стихе 9? Третья ангельская весть. «Кризис начертания зверя». И мы знаем, что кризис начертания зверя является нашим последним испытанием. Какое событие было последним испытанием Христа? Крещение? Искушение в пустыне? Каким было последнее испытание Христа? Крест. Посмотрите на эти два высказывания, и вот куда я веду. На кресте было последнее испытание Христа. Воскресный закон — это наше последнее испытание. Слушайте внимательно. «Перед крестом, — говорит Библия, — Христос воздал славу Своему Отцу». Что мы должны сделать перед кризисом воскресного закона? Вот две цитаты, которые вы знаете. Вы их знаете. Первая и вторая. «Идём со мной в Иоанна 17 главу». Что мы открываем, друзья? Посмотрите на это внимательно. Иоанна, глава 17. Посмотрите со мной на стих 1, Иоанна, глава 17. Это час испытания. Иоанна 17 глава, стих 1. Библия говорит. «Эти слова говорил Иисус, и поднял глаза свои к небу и сказал, «Отец, что? Пришёл час. Прославь Сына Твоего, чтобы и Сын Твой что? Прославил Тебя». Что это был за час, который пришёл по словам Христа? Час Христа. Иоанна 13, стих 1. Когда Христос знал, что пришёл Его час, пришло время покинуть этот мир и вернуться к Своему Отцу. Это час Христа. И о чём Христос молился? «Отец, прославь Меня, чтобы Я что? Прославил Тебя». До Креста. И куда Христа привели до Его распятия? В какой зал Его привели? Привели ли Его в зал суда? Какой приговор вынесли Иисусу? Я не нахожу в нём никакой вины. Хорошо. Живём ли мы во время суда? Какой приговор мы должны позволить произнести в каждом нашем случае теперь? И когда воскресный закон будет принят, если мы будем ещё живы? «Я не нахожу в нём никакой вины». Поэтому Христос принял на Себя мою падшую природу, вашу падшую природу, чтобы доказать, что мы можем подойти к часу суда с жизнью исследованной, рассмотренной и получившими приговор. «Я не нахожу в нём никакой вины». Это надежда. Мы с греховной природой можем войти. С 22 октября 1844 года начался следственный суд и не бояться. Мы можем также получить приговор. «Я не нахожу никакой вины в нём». Как назовут 144 тысячи? Какой приговор они получат? Они не виновны перед Божьим престолом. Иоанна, глава 18. Идём туда со мной. Что мы открываем, друзья? Иоанна, глава 18. Посмотрите со мной на стих 28. «Тогда повели Иисуса от Каяфы». Куда, друзья? Здание суда. Следите за мной. Стих 38. «Какой приговор вынесли Христу?» «Я не нахожу в нём никакой вины». Иоанна 19, глава стих 4. «Какой приговор вынесли Христу?» Последняя фраза стиха 4. Участвуйте, скажите мне. «Я не нахожу в нём никакой вины». Иоанна 19, глава стих 6. «Какой приговор вынесли Христу?» Скажите мне. Ну же. «Я не нахожу в нём никакой вины». Сделайте закладку в Иоанна. Идём со мной в Откровение, главу 14. «Будет ли у Христа церковь без вины?» Это вопрос, друзья. Откровение 14, глава стих 1. «Сто сорок четыре тысячи имеют имя Отца где?» «На челах их». И что есть Божье имя? Его слава. Славная ли это церковь? Идём со мной к стиху 5. «И в устах их не нашлось чего, друзья?» «Лукавство». Но они без чего, друзья? Без порока. «Перед престолом Божьим». Представьте себе это. И какой контекст Откровения главы 14? Время кризиса Воскресного Закона. Последнее испытание. Представьте, друзья, когда сатана увидит, что есть церковь, о которой Бог скажет, «Я не нахожу в ней никакой вины», дьяволу придётся склониться и признать это. Всякое колено должно склониться и признать, «Боже, Твой закон справедлив и истинен. Твой закон можно соблюсти». Здесь есть те, здесь те, кто без порока. И обвинения сатаны теперь недействительны. И Христос может сказать, «Дуйте свисток». Игра окончена. Полнота времени. Крест была половиной времени. Половина времени для свистка. Но сейчас период Воскресного Закона, друзья. Это полнота времени для свистка. Игра окончена. И кто победил? Кто победил? Тот, кто сказал, «Он победит» – Иисус Христос. Но подождите, Он ещё не на земле. Кто победил? Те, кто следовали за Агнцем, куда бы Он ни шёл. Стих 1, Откровение, глава 14. Они победили. Представьте хор на небесах. Луки, глава 15. На небе радость. Представьте себе это, друзья. Мы будем петь такую песню, что даже ангелы не смогут петь её. Им приходится закрывать свои лица. Слава Божья! Характер Божий. Кто победил? Кто победил? Божьи святые. Божья церковь. Я хочу встретить эту группу, друзья мои. И поэтому мы здесь. Представьте, какой стыд на лице дьявола. Проиграл. Проиграл. И тогда он скажет, «Хорошо, Господь, Ты выиграл. И вот моя голова». Ибо без этого дьявол бы не склонился. Подумайте, если бы Христос пришёл в какой-то другой природе и одержал победу, дьявол бы сказал, «Это не считается». Не считается. Не считается. Это правила игры. И если вы нарушаете их, они скажут, «Нарушение правил игры». Дисквалифицирован. Если бы Иисус пришёл с другой природой и одержал победу над грехом, дьявол бы сказал, «Нарушение правил». Дисквалифицирован. Христос одержал победу в падшей природе. Мы получаем победу через Христа. Наша падшая природа. Наша падшая природа держится за Его божественную природу. И мы получаем победу. И сатана тогда скажет, «Вот моя большая голова. Давай, возложи на неё. Давай. Давай». Подобно мусульманам, которые целуют землю, склонившись. И тогда Христос может возложить мои отданные грехи, ваши отданные грехи, на сатану и сокрушить эту голову. Исайя говорит, что огонь будет выходить из сатаны, чтобы уничтожить его. Что это за огонь? Огонь изнутри уничтожит его. Исайя, Исайя, что мы открываем, друзья? Хотите ли вы быть в команде победителей, друзья мои? Исайя, 14 глава. Исайя. Извините меня, Иезекииля. Не нужна книга Иезекииля. Иезекииля, 28 глава. Хотите ли вы быть в команде победителей? Иезекииля, 28 глава, стих 18. О, друзья. Поэтому я выведу из средины тебя огонь. И он пожрет тебя. И превращу тебя в пепел. Я не хочу быть в этой группе людей, друзья мои. Представьте себе этот день. Вернемся к Иоанну главе 14. Здесь сказано. Теперь, когда наш великий первосвященник совершает наше примирение, мы должны стремиться стать во Христе какими, друзья? Какими мы должны стремиться стать? Совершенными во Христе. Наш Спаситель не допускал даже мысли уступить искушению. Даже в мыслях Христос не мог согрешить. Здесь сказано. Слушайте внимательно. Здесь цитируется Иоанна, 14 глава, 30 текст. Голубым шрифтом. Сатане не удалось найти в Иисусе ничего, что позволило бы одержать над ним победу. Последнее предложение, друзья мои. В таком же состоянии должны находиться все, кто хочет устоять в какое время? Во время скорби. Мы должны одержать победу над каждой греховной мыслью. Подумайте об этом, друзья. Это возможно через Иисуса Христа. Как возможно? Как? Слушайте. Это «Великая борьба», страница 623. И подобная цитата есть в «Желание веков», страница 123. Здесь цитируется Иоанна, 14 глава, стих 30. Во Христе, второе предложение, не было ничего, что отзывалось бы на уловки сатаны. Христос не поддался греху. Даже в мыслях Он не уступил искушению. Какие следующие слова красным шрифтом? Ну, друзья, что здесь сказано? «Так может быть и с нами». Как так? Голубым шрифтом. Как так? Здесь сказано. Пока мы едины с Иисусом, через веру, грех не имеет над нами власти. Следующий абзац. Читаем. Как эту победу можно достичь? Как мы можем одержать победу над грехом? Дай мне практические шаги, пастор. Посмотрите сюда. И как это можно достичь? Иисус показал нам. Какими же средствами Христос победил сатану? Какой здесь ответ, друзья? Голубым шрифтом. Словом Божьим. Что Христос говорил сатане в Матфея, главе 4, в пустыне? Написано. Только словом Иисус мог сопротивляться искушению. Написано. Давайте это прочитаем. Через эти драгоценные обетования мы можем стать причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Каждое обетование Слова Божьего, чьё? Наша. Читаем дальше. Когда вас одолевают искушения, когда вас одолевают искушения, слушайте, не поддавайтесь обстоятельствам или своим слабостям, но сосредоточьте внимание на силе Слова. Вся Его сила принадлежит вам. Слово Твое сокрыл я в сердце своем, чтобы мне что, друзья? Не грешить пред Тобою. Служители Евангелия, страница сотая, говорит, «Ревностно оберегайте те часы, которые вы выделили для молитвы, исследования Библии и самоисследования». Вот так, друзья. Определите для себя время, которое вы сможете ежедневно уделить исследованию Священного Писания и общению с Богом. Таким образом, вы укрепите духовную силу и обретете благоволение Божье. Вы должны проводить время с Иисусом. Нам сказано, «Зайди в свою комнату и там наедине умоляй Бога. Господь, сотвори во мне сердце чистое и дух правый обнови внутри меня. Проси искренне и серьезно, как Иаков, борись в молитве с Богом». Молитве, друзья. Затем сказано, «Не покидай комнаты, не переставай молиться, пока не почувствуешь себя сильным в Боге. Затем бодрствуй и молись. И пока ты бодрствуешь и молишься, ты можешь победить все злые наклонности». Аминь. И Божья благодать сможет и проявится в тебе». Где находится эта цитата? «Вести для молодежи», страница 131. Молодые люди, это для вас. Идем в Иоанна, главу 17. Я заканчиваю. Что мы открываем, друзья? Иоанна, глава 17. Знаете ли вы, что… Очень прекрасно здесь. Перед Крестом Христа, перед Его распятием, знаете ли вы, что Христос объявил учеников славной церковью? Он победил до Креста. Иисус объявил, что у Него есть славная церковь. Это значит, что перед кризисом воскресного закона и во время этого кризиса Он снова объявит, что у Него есть славная церковь. Посмотрите на Иоанна, 17 главу. Слушайте внимательно. Дьявол ненавидит это. Стих 6. «Я явил имя Твоё людям». «Я явил имя Твоё людям, которых Ты дал Мне из мира. Твои они были, и Ты дал их Мне. И они что? Сохранили Слово Твое». Идём к стиху 8. «Ибо Я дал им слова, которые Ты дал Мне». И они что, друзья? Приняли их. Эта церковь приняла слова, сохранила слова. Идём к стиху 10. «И всё Моё – Твоё, и Твоё – Моё». Давайте все вместе прочитаем, что здесь говорится. «И я сказал Иисус, прославился в них». Перед последним испытанием Иисуса Он имел славную церковь. «Воскресный закон» – наше последнее испытание. Что Христос сможет сказать? «У меня какая церковь?» «Славная церковь». Эфесянам, заложите это место. Я на 17 главу. Эфесянам глава 5. И вы знаете это. Стих 25. «Мужья, делайте что? Любите своих жён, как и Христос возлюбил церковь и отдал себя за неё, чтобы осветить и очистить её». Это суд, так ведь? «Очистить» чем? «Омовением воды посредством слова». Стих 27. «Чтобы Он мог что? Представить её себе славной церковью». «Не имеющей пятна или морщины или чего такого, но чтобы она была какой? Свята и без порока». «Славная церковь». Когда? При втором пришествии. «Славная церковь до креста». Я прославился в них. Дьявол проиграл, друзья мои. Проиграл. Но вопрос. Проиграете ли вы с Ним? Иоанна 17 глава. Иоанна 17 глава. Христос говорит о тайне Своей церкви. Иоанна 17 глава стих 12. «Пока я был с ними в мире, я хранил их во имя Твое». Это опять слава. «Тех, которых ты дал мне, я сохранил». Давайте прочитаем. «И никто из них не потерялся, кроме кого сына погибели, чтобы исполнилось Писание». 12 учеников. «Одиннадцать были объявлены славной церковью». Один – погибший член церкви. «И выбор за мной. И выбор за вами». В какой группе мы будем находиться? Стих 22. Здесь сказано. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, чтобы они были одно, как и мы одно. Я в них, и ты во мне». Читаем. «Чтобы они могли что? Сделаться совершенными». Это значит, что перед крестом, последним испытанием у Христа была славная церковь. Перед воскресным законом совершенная церковь. Идем к стиху 24. «Отец, я хочу, чтобы и они, которых ты дал мне, были со мной. Где я? С какой целью? Чтобы они видели, что, друзья? Славу мою». Мы вернулись к Иоанну в главе 1 стиху 14. «Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы видели славу Его». Знаете ли вы, что нам нужно для победы над грехом? «Любовь». Потому что, если любите меня, делайте что? Стих 26. «И я объявил им имя Твое». Это Божья слава. «И буду объявлять Его, чтобы любовь, которой ты возлюбил меня, была в них, и я в них». Нам нужна Божья любовь, друзья. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Славная Церковь будет совершенной любовью Бога. И мы любим Его, потому что что? Он сначала возлюбил нас. «Любите ли вы Христа, друзья?» Христос спрашивал Петра. «Пётр, любишь ли ты меня больше, чем их?» И что Пётр ответил? «Я не знаю моего сердца. Я не прошёл тот тест. Господь, Ты знаешь». О чём Христос спрашивает нас? «Любите ли вы меня больше, чем их? Любите ли вы меня больше, чем своего супруга?» «Супругу?» «Потому что Адам любил Еву больше, чем Иисуса?» «Любишь ли ты меня больше, чем работу?» «Родственников?» Ну, вы поняли суть. «Что вы любите больше, чем Иисуса, друзья мои?» «Что?» «Я лучше хочу иметь Христа, чем серебро и золото. «Забери от меня мир, но дай мне Иисуса». Отец Небесный, кто сегодня скажет? Господь, дай мне силу для победы над моими грехами. Поднимите руки прямо сейчас. Господь, дай мне победу над грехом, силу побеждать грех. И те, кто в онлайн, силу побеждать грех. Господь, опустите руки. Господь, объяви меня невиновным. Ваше лето желание. Господь, напиши имя Твое на мое чело. Дай мне Твой характер, чтобы я не возвращался ко греху и мне не отступить от Тебя. Спаси мне, Господь. Что ваши дети? Молитесь ли вы за ваших детей, за ваших супругов прямо сейчас, прямо сейчас, Отец Небесный? Мы благодарны, что услышали Твое Слово сегодня. И мы даем все. Последние испытания прямо перед нами. И кризис только откроет наш характер. Сейчас мы должны быть найдены без порока. Сейчас должна быть явлена Твоя слава в наших телах, святилищах. Мы благодарим за победы. Помоги нам применять практические шаги, о которых мы услышали. Как Христос одержал победу и как мы можем одержать победу. Каждая рука, которая была поднята, я молю, чтобы ты ответил на каждый вопрос, на каждую просьбу. Спаси нас. Наша молитва во имя Иисуса Христа. Прежде чем я закончу, я хочу кое-чем с вами поделиться. 19 декабря, о чем я говорил? Я говорил о папском воскресном корабле. И какое это было число? Какого декабря? 19-го. И вдруг папа повторил призыв, чтобы каждый вошел на корабль. когда сатана не может остановить церковь от того, чтобы быть безгрешной, он будет стараться убить нас, пытаться убить нас. Когда он не смог остановить Христа, что он сделал? Убил его, хотя Христос отдал свою жизнь. именно это он будет пытаться делать. Друзья, час поздний. У нас большая работа. И сколько для этого времени? Он говорит, он разговаривал с главами государств, с главами различных религий, призывая к миру. Но когда они скажут «Мир и безопасность», что мы должны ожидать? Внезапную гибель, друзья. И он призывает весь мир, весь мир, пользоваться социальным учением Рима в качестве компаса. «Компаса». Первое предложение. «Мы осознали, что находимся на одном и том же корабле». И посмотрите на дату вверху. 17 декабря 2020. И я освещал эту информацию 19 декабря 2020. В качестве компаса. И этот компас – общее благо. Один и тот же корабль. Папский корабль. Корабль Папы. Мы знаем, что общее благо связано с чем? С воскресным законом. Мы знаем это. Нет ничего нового. Ничего нового. Это компас для заботы о бедных. Что должно быть установлено для заботы о бедных? Папа говорит, воскресный отдых, установленный законом. Ничего нового. Посмотрите на это. 8 декабря 2021. Папа говорит, он предупреждает, было бы катастрофой полагаться только на вакцину. Это значимо. Вот почему я говорю, что пандемия имеет скрытые мотивы. Это троянский конь. На самом деле, это зловещий заговор. С кем он разговаривал? Со всеми дипломатами от разных стран до Ватикана. Он говорит, что решение не в вакцине. Тогда в чем? Посмотрите, он говорит, «Я убежден, что братство – это истинное лекарство». Погодите, погодите. Последняя фраза. Он говорит, «Наряду с вакцинами, братство и надежда являются, так сказать, лекарством, в котором мы нуждаемся в современном мире». Что у Папы действует как лекарство? Лекарство? Какой головной убор он носит? Лекарство. Врача, доктора. Посмотрите на эту цитату. «Представляясь людям как великий кто? Врач, который может исцелить все их недуги. Он принесет. Он принесет болезни. И бедствия. Кто, мы можем сказать, стоит за пандемией? Папа Римский на основании Великой борьбы страницы 589, чтобы разрушить многолюдные города. Следующий абзац говорит, «Когда мы это увидим, тогда появляется ложная система поклонения». Посмотрите на это. Кто еще выдает себя за великого врача, не имея степени доктора медицины? Мистер Флот Гейтс. Мистер Флот Гейтс. Он говорит, изменение климата – это самая большая проблема, с которой когда-либо сталкивалось человечество. Этот человек, он не отступает. То есть он подготовил почву для пандемии, вакцины и ограничения свобод, а сейчас он применяет те же ограничения в борьбе с изменением климата, которые применяют в борьбе с пандемией. Номер два. Этот человек говорит, «Это открытый сезон». Послушайте меня. Конечно же, он говорит о вакцине от эпидемии 19, ваучи. «Открытый сезон сейчас». 12 февраля 2021. «Открытый сезон». Чтобы бороться с эпидемией. Будет ли открытый сезон, когда будет установлено соблюдение воскресения закона в стране для соблюдающих Слово Божие, для народа, соблюдающего Божий субботу? Был ли открытый сезон на Мартина Лютера? Однажды к Мартину Лютеру подошел незнакомец со спрятанным в кармане пистолетом и спросил его, «Почему ты ходишь один?» Разве вы не знаете, если это произошло с Мартином Лютером, реформатором, что произойдет с нами? Посмотрите на экран. Здесь сказано, «Я видела, с какой быстротой распространяется этот обман. Мне был показан железнодорожный состав, который мчался с какой скоростью? С молниеносной скоростью. Казалось, весь мир находится внутри поезда, и никого не могло остаться. Но кого не было внутри? Святых Божьих». Далее говорится, «Затем он показал мне начальника поезда». Кто это? Это сатана. Красным шрифтом, голубым шрифтом. Здесь сказано, «Ближайший помощник, ближайший помощник сатаны, следующий за ним по рангу, является машинистом, а остальных своих помощников он использует по мере надобности. И все они несутся с быстротой молнии к своей погибели». Вот некоторые из них на экране. на экране. «Ближайший помощник и другие помощники здесь, друзья. И что он говорит? Мы все на одном корабле и в одном поезде. Я убежден, что братство... И что, друзья? Что из братства? Разве это не одна мировая религия, которая объединяет все человечество вокруг папства, папы, капеллана мира и он? И это братство — единственное лекарство, одна мировая религия. А что же божьи святые? Объединятся ли они с ними? Нет. Вот, друзья. Всемирное братство, эзутизм. Именно это они говорят нам, друзья. Все религии должны объединиться, но мы должны удалить камень преткновения Иисуса Христа. Мы к этому не присоединимся. И Папа говорит, друзья, вы либо принимаете братьев, либо врагов. вы или объединяетесь с нами, или столкнетесь с нашим гневом. В контексте чего? Братство. Папа Франциск призывает к братству. Мы либо братья, либо враги. Это поразительно, потому что нам сказано, я не буду включать видео, нам сказано, папство однажды говорило красным шрифтом, если вы не примете братьев, братства, которые приносят вам мир, тогда вы примете врагов, которые принесут вам войну. Но нам сказано в той же книге «Великая борьба», страница 45, если единство нельзя сохранить никаким иным путем, кроме принесения в жертву истины и справедливости, тогда пусть будет что, друзья, разделение и даже война. Подходим ли мы к времени войны, пусть на нас будут одеты все доспехи Иисуса Христа. Отец Небесный, в эту субботу ты преломил хлеб с нами, и мы воистину можем сказать, в нас горели сердца, я молю, чтобы этот огонь, эта пылкость ко Христу, к Его истине и победе над грехом, к евангелизму, не истощилась к тому времени, как я скажу аминь, ко времени окончания служения. «Господь, без Тебя мы не можем делать ничего». Матфея 19 глава 26 текст «Человеку невозможно, но с Богом все возможно». мы претендуем мы претендуем на это обетование. Да будем мы представлены без порока пред Твоим престолом. Мы желаем сегодня быть в команде победителей с Иисусом Христом. Наша молитва во имя Иисуса Христа и Церковь сказала Аминь.